на часах 6 43 как вы думаете что мы делаем идем здесь в магазин уложились ли мы сегодня нет мы не ложились потому что я до часа ночи обрабатывала видео поздравьте мне вышел новый влог и мы смотрели наш сериал вот но так как уже стала расцветать мы решили а чё бы не сходить в магазин на открытие ну хотя он открылся уже конечно 6 утра но я так рано никогда не ходила в магазин поэтому посмотрю как там да что кстати очень холодно у меня такой бомжик стайл немножко еще он тоже весь закутался и ни одного человека вот нет какая-то машина сайвен хилл как видите очереди нету прошлый раз глядишь и пошел вот туда стояла очередь вход вот там если что вот так что людей нету мы идем и да мне кажется уже паника тут у всех по успокоилась посмотрим чего есть магазине а вдруг туалетку увидим на входе был человек который считает сколько людей пришло и кстати здесь вот уже давно стоят всякие антибактериальные средства чтобы взять стирать эту перчатку нет и там разграничили кстати вот выход и вход идем ли не хочу чем для пасхи купить тиша очень классные штучки были пасха скоро уже всякие украшения там эти видела морковки я хочу морковки смерти какой веночек на двери классный где морковки где морковки где морковки нет морковок игре что не будет ну вот прокладки завезли и мыло тоже завезли приятно смотреть идем посмотрим туалетную бумагу мыло влажные салфетки но мы утром пришли сейчас вот 7 еще нету магазин 6 открывается но цветы сида есть ладно потом пойдем туда посмотрим туалетную бумагу вот и до сих пор паника покупают молоко которое не нужно держать в холодильнике пастеризованных диша держи дистанцию везде расклеены эти штуки смотрите туалетка это рождество я попала в рай я попала в белый рай аллилуйя у нас туалетка мясо тоже кстати очень много его я вот и за говядиной рано радовались смотрите очередь внутри самого конца и вокруг всего магазина стоят люди видите здесь такие значки синие куда нужно становиться чтобы держать дистанцию и кстати еще ноги люди вот перчаткой девушка впереди меня и в маске все на позитивчике вот наша корзиночка ну макаронов не очень много люди еще остро реагируют зато есть рис есть рис и все сон то красиво все составленное не было никогда так рано утром магазине прикольно я иду за авокадо потому что мы все-таки будем готовить суши очень много тюльпанов поэтому постоянно покупаем каждую неделю недолго стоят в принципе смотрите какая красота по три фунта не короче перекрыли все выходе кассе и по чтобы люди шли вокруг я взяла кстати это еще стирать и иду искать дишу алкогольный отдел кстати тоже очень полны в общем магазин выглядит пустым просто потому что все люди стоят в очереди тупо смотрите как приятный отдел алкоголя мы стоим раньше эти блоки были полупустые мы вот до сих пор стоим в очереди уже довольно таки давно на минут десять точно если мы вечером стоим в очереди я тоже хитро сделаю я дишу оставила в очереди а сама ходила собирала все что нам нужно потому что если мы только сейчас пошли в очередь прикинь мы были блин в начале магазина джамселсер да кстати мы вот вышли а тут очередь стоит на улице закупились у нас семейный просмотр влога и у фаби на самые лучшие места вот правильно правильно так прямое включение из кухни диша будет готовить уже мы здесь разделились на карантине я убираю из дома а диша готовит дадишь мой пармезан достал в общем вот все что понадобится диши для пасты баланезе у нас здесь это что сельдерей да ненавижу сельдерей не знаю он такой невкусный в общем сельдерей морковка лук чеснок фарш говяжий у нас вот такой вот соус и что это приправы зачем тебе два соуса короче диши 2 соуса один вот такой и вот такой для балани соус соль перец оливковое масло спагетти красное вино которое про него рассказала такое ощущение что я рекламирую эту марку но это не реклама я столько раз про него сказала и пармезан вот диши что ты будешь сначала делать сначала резать овощи потом буду все жарить я не буду говорить начинай прийти ванга зачем вина открываешь чтобы она подышала чтобы подышала я думаю что вы жене налить у нас нету бокалов для вина потому что что потому что жена все разбила что только не разбила в этой квартире бюджет Оставил оператор камеру без приспотра и в общем мы не увидели как Диша мастерски нарезал морковку. Ну вот уже тут все нарезано красиво, чесночок здесь тоже и Диша сейчас подготавливает в сковородке и будет все это обжаривать. Диша жарит фарш отдельно. Будешь что добавлять соль и перец? Нет, потом тогда буду делать, потом добавлю. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я нашел сейчас сколько там, ну, с добавками. Ну, нам точно на два дня хватит. Да, на два дня будем сейчас. Сегодня сколько надо сделаем. Ну вот, у нас уже все готово. Смотрите, целая кастрюля соуса, спагетти. И Диша сейчас будет показывать нам мастер-класс, как накладывать. Не надо мне снимать. Я тебе ничего не обещал. Профессионально. Прям Мишленовская звезда тебе. Чего там? Потому что там горячее стояло, поэтому можешь подумать. Слушай, к вашим услугам. Там же макароны стояли. Чем ты будешь соус накладывать? Вот этим, которым простит. Обычно макароны... Очень много... То есть, что я наложу сюда? Вот сюда, да? Обычно еще макароны надо соусом чуть-чуть на сковородке приготовить. Но мы просто будем сверху накладывать. Мы перемешаем в тарелке. По-нашему, с кому будет у нас. В общем, всем приятного аппетита. Покажу вам уже, когда Диша наложит. Или снимать, как ты будешь накладывать. А чё ты взяла штуку с дырочками? У тебя всё провалится. Ну, провалится ничего. Сейчас проверим. Челлендж accept it. Ну да, не провалилась. Как там песня? Вибера. Всё, мы идём кушать. Без сыра? Я без сыра. Я не люблю пармезан. Диша кушать с пармезаном. Огромное спасибо всем за внимание. И мы идём кушать. Всем доброе утро. Ну как утро? У нас завтрак вот сейчас в 3 часа. Мы, конечно, давно уже встали. Но так как-то получилось. В общем, смотрите, достала я машинку. Если вы смотрите меня давно, вы помните, мы её покупали ещё в старой квартире, ещё до того, как мы поженились. Вот. И мы очень часто её пили. Сейчас вот у меня здесь коробка лата макиято, но там прям целый набор. Вот я буду пить лата макиято, а Диша будет пить капучино. Сначала не хотела, но когда я достала, в общем, захотелось ему. Посмотрите, это у меня лата макиято. Ммм, какой аромат. На завтрак у нас сегодня яичница, потому что остался лук от Баланези. Там вот сосиски, 3 яйца. И у меня, в принципе, то же самое. Вот. И есть хлебушек. Остатки хлебушка. Попробовала вот эту новую на меду. Смотрите, это литовские традиционные конфеты. Они обычно идут в красной упаковке. И просто шоколад, вафли, джем какой-то. Такой вкус, как каких-то, не знаю, пряников, наверное, шоколадных. Это идёт с имбирём и дыней. И Фабина тоже интересная, да? Вот. Диша ещё не пробовала. Я пробовала. Очень вкусненько, свежо, кисленько так немножко. Вот. Но всё равно, конечно, оригинальную на меду я люблю больше. Но это имеет тоже место быть. Как я поняла, это лимитированная коллекция. Не знаю, как долго она будет продаваться. Возможно, если вы живёте где-то в другой стране, и у вас есть русские и литовские магазины, поищите. Возможно, там будет. Вот. Мне понравилось. Узнаем, понравятся ли Диши. Попробуем с Фабином новую на меду Ginger and Melon. Фабин, тебе как? Нравится? Готовлю свою детку к продаже. Этот комп, который я сама себе купила, помню, за заработанные деньги. Давно, лет 7 назад, когда я закончила универ. Ещё покупала его со скидкой для студентов. Вот. Это MacBook Pro 2013 года. Говорю тихо, потому что Диша спит ещё. Вот, 2013 года, долго. Он служил мне верой и правдой. Вот. И решила его продать, потому что у нас есть Mac. И хочу обновить, просто купить новую. Наверное, MacBook Pro просто поменьше. 13-й. Здесь у меня 15 дюймов, значит, побольше, которые. Вот. И буду его продавать. Уже появилось несколько покупателей. Поэтому, как видите, я просто форматирую диск. Сейчас, надеюсь, у меня всё получится. Пожелайте мне удачи. Ну вот, вроде всё получилось. У меня сейчас устанавливается Mac OS Katalina. Не нравился, если честно. Не знаю, когда я апгрейд сделала. Но вот новый комп, он уже сразу по умолчанию идёт с Katalina. Ещё что хотела вам показать. Я заказала себе external hard drive. В общем, не знаю, как это называется. SSD. В общем, брала, потому что именно на этом компе у меня SSD стоит. Процессор. Я не знаю, я не разбираюсь в компах. Но, в общем, самый быстрый. Посмотрите, какой он маленький. Я уже перенесла все файлы, естественно, из своего MacBook. Вот, всё, что мне нужно было. И да, здесь у меня 500 гигабайтов. Не брала я терабайт. У меня есть мой старый. Вот такой я его покупала. Ещё когда у меня был, по-моему, Windows-ский Sony. Но я его, во-первых, мне кажется, отформатировала случайно. Это значит, удалила всё. И ещё я его уронила. И вот там что-то трясётся внутри. Он не работает. Не знаю. Может, найду кого-то, кто мне сможет починить. Потому что иногда можно вернуть все файлы, если вы даже нечаянно уронили. Ну и как же у нас без помена. Мой дурочек. Вот, так что, возможно, сегодня даже придёт человек забрать комп. Вот, так что буду продавать. Его, как бы сказать, выгоднее продать кому-то, чем сдать в Mac, Apple Store. Потому что, по-моему, мне предлагали что-то 150-200. А я могу его продать, в принципе, за 500 фунтов. Всем здравствуйте. О, книжки. Вот она выставляла. У нас кто-то книжки оставил. Мы идём прогуляться и в магазин. Сегодня у нас... Что, сегодня пятница, да? Сегодня пятница. Последний раз мы выходили из дома в понедельник рано утром, в 6 утра, чтобы сходить в магазин. Вот, сейчас опять идём в магазин. Закончился хлеб. Яиц ещё возьмём. Сейчас у нас полчетвёртого. Так что посмотрим, как обстоит обстановка на данный момент в магазине. И что там есть купить. Вот так вот я сегодня выгляжу. Мои штанишки. Любимый мой аутфит субботний на работе. Вот, но пока я ещё везде влажу, так что вроде как не потолстела. Мы пришли тут в нашу бухту к реке. Смотрите, как здорово. Сидим. Люди ходят, конечно, тут по набережной. Вот здесь же сели на лавочку. Мы идём типа в Теско. Вот мы таким кругом крюк делаем. Звонила родителям, поболтали. Вот сейчас бреемся на солнышке. Как червячки вылезли из норки, да? На солнышко. Ну что, блин, сколько дня не выходили. Нам пришлось вернуться домой быстро, потому что, в общем, я продавала кроватку для Фаби, на которой, помните, у меня была на радиатор. Вот, и человек позвонил, мы ему отдали, вернулись сейчас обратно. Не было очереди, но сейчас вот появилась. Хотя, вот видите, она двигается. Запускает, наверное, определённое количество людей. Мы и двигаемся немножко. Посмотрим, что там есть интересного. Наверное, многие из вас знают про способ делать яйца пашот в микроволновке. Я увидела сама, если честно, у Никоко. Верноники. Вот, а сейчас я нашла, смотрите, продаётся специальная штука, чтобы получить экс в микроволновке. Классно. Ну вот, мы вышли быстренько, да, мы исправили. Сейчас где-то без 15.06. Вот, постояли немножко в очереди. Сейчас очередь ещё больше стала. Ну, как всегда, нету макаронов, не было туалетной бумаги. Но сейчас уже поздно вечером, так что, если идти в магазин, нужно идти с утра. Ну, в принципе, такие, знаете, вещи, которые всегда есть, нужны были там хлеб, молоко, яиц, кстати, не было. Сейчас зайдём в Лидл Диша посмотреть яйца. Уже вряд ли будет, в такое время уже яиц не бывает. Вот, так что мы купили там сок, молоко, хлеб, покажу. Взяли пиво, яиц, да, не было, вот я уже сказала, не подсолнечного, а оливкового масла тоже не было, которое мы берём обычно. И да, там на входе стоит такой прикольный мальчик, так громко разговаривает, говорит, что всем привет, здравствуйте, если вам нужны корзинки или тележки, они все были санитайз, да, типа продезинфицированы для вас. Вот, берите, если вы хотите платить, идите туда, то-то-то, типа инструкции, в общем, и улыбаются там, хорошего вам шоппинга. Там идут все, сразу таким хорошим настроением, да, заходят в магазин. В общем, все работники на позитиве, что очень круто, поднимает друг другу настроение, ну, а чё, чё грустить? Ну вот, мы уже пришли домой, взяли, не много, не мало. Надешек, кстати, сколько ты потратил? В тайском, по-моему, 30, да, и ещё каких, 15, наверное, в Lidl, заходили в Lidl. Смотрите, взяли вот такие вот тюльпанчики, я всегда беру Lidl, вот, мы взяли два букетика, один стоит фунт 79. Никогда у меня не было белых тюльпанов, решили вот что-то белое взять, не знаю, они у меня самые красивые были, так что я сейчас их уберу, вот этот целлофан, я всё время их разбираю и сама собираю композицию, потому что они обычно, ну, как-то они очень красиво собраны. Вот, значит, это цветы, они уже стоят в водичке. Так, из junk food, такого неполезного, у нас здесь вот чипсы вот эти, ну, они типа считаются healthy, они не жареные, не на масле, а такие вот, как поп. Здесь со сметаной и луком, не знаю, Диша не нравится, мне, в принципе, вкусно, я хотела попкорн или чизболс, но не было. Вот, дальше мы взяли хлеб, как всегда, мандаринчики, Диша брал говядину, что-то он там собирается готовить, не знаю. Дальше лук, давно, кстати, не кушали свежий зелёный, укропчик, помидорки, взяли сок, тоже сейчас по скидке был, вот мы обычно либо тропикана, либо в Lidl покупаем делакс. Яблочный и апельсиновый, с мякотью, вот нам нравится, молоко ещё, такой вот микс опять взяла, мы в салат любим добавлять, очень классно, кстати, я вам уже показывала много раз. Здесь подсолнечные, тыквенные и семечки льна тоже, вот, омега-3, полезно, почему нет, здесь я вот уже пью Доктор Пеппер, Диша хотел что-то неполезное, вот взяли Доктор Пеппер, не скажу, что я прям большой фанат, но неплохо, в принципе. И здесь вот запасы наши алкогольные взяли, опять это японское пиво саппора, смотрите, какая огромная банка, да, и вина ещё, вот, пускай будет в Lidl вот это вот, очень вкусное, не помню вам, да, я вам уже много раз показывала, точно подумала, Диша, что реклама? Нет, это не реклама, в общем, очень вкусное взяло, взяли, потому что быстро раскупает алкоголь, пускай стоит, он никогда не испортится. А я сейчас разложу это всё и начну готовить, я сначала приготовлю тесто для медовика, а потом поставлю, ну, или в одно и то же время, поставлю вариться куриный бульон, есть у меня курица, сейчас вам покажу, вот, кстати, вот такая вот курица у меня есть, халяльная, вот две ножки, смотрите, 2,22. Без кожи, она уже придётся, мне нравится, вот, так что сейчас буду варить, потом из этого мяса сделаю блинчики с мясом, так, у нас только три яйца осталось? Значит, я не смогу медовик сделать, потому что у нас нет яиц, или можно сходить в турецкий посмотреть, смотрите, кстати, яйцо с пёрышком, вот, у нас там ещё крабовые палочки есть, потому что мы всё-таки будем делать суши, брали в Филадельфию, но это уже до этого у нас тут стоит. Так, у нас тут ещё есть буковка мяса из Барселоны, то, что мы перевозили. Блин, нужно сходить за яйцами, в общем. Ну, вот, смотрите, вот так вот они выглядят, они какие-то даже немножко молочные, когда свет на них падает, вот, вроде красиво получилось, посмотрим, как будет выглядеть, когда они немножко раскроются. И да, я ставлю, мне многие спрашивали, не боюсь ли я сюда ставить цветы, когда здесь компьютеры, розетки. Ну, Фабиан, он, может, и ездит на стол, но он как-то не подходит, ни разу не переворачивал вазу, вот, 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 так что так вот красиво выглядит. Смотрите, какое интересное тесто получилось. Сейчас я ещё раз немножко перемешаю и поставлю в холодильник на ночь, накрою плёночкой ВКонтакт. Вот, делала по-новому рецепту, девушка, по-моему, переехала из России в Лондон, живёт, кстати, не так далеко от меня. Я внизу оставлю ссылочку на её инстаграм, и вы также можете приобрести у неё этот рецепт. Посмотрим, смогу ли я договориться о скидке, но в любом случае она предоставляет видеорецепты за совсем небольшую сумму. Вот, так что, если интересно, переходите, у неё очень много вкусностей, я купила даже несколько рецептов, так что вот будет время мне попробовать это всё приготовить. Сегодня у меня включена функция мультитаск, смотрите, здесь у меня уже, ух, порошу, супчик сварился куриный, очень вкусно. Сейчас вот я жарю блинчики, у нас было всего три яйца, два ушло на медовик на тесто и одно вот на блины. Кстати, тесто получилось, знаете, очень классное. Я раньше всегда такое одно яйцо использовала, а вот в последнем рецепте почему-то нужно три, не знаю, получаются, смотрите, очень красивые блинчики. И вот там на ночь у меня сейчас останется тесто, и завтра уже буду выпекать коржи, собирать его, и да, потом уже вам покажу, как в итоге всё выглядит. Я уже достала курицу из супа, так вот убрала косточки, хрящики и просто вот так вот ножом мелко порезала. Можете использовать мясорубку, знаю, что моя мама любит на мясорубке, вот так вот мелко порезала пол лучинки. И сейчас разогреваю сковородку, я обжарю лучок, добавлю туда немножко мяса, буквально чуть-чуть, и потом там 3-4 ложки бульона добавлю из супа, чтобы была более мягкая начинка, влажная, так сказать. Вот ждут блинчики, буду это всё заворачивать. Ну всё, приехали за моим компьютером, несу, отдаю вместе с чехлом. Кстати, я его почистила, вот у меня не накрошенная. Иду на сделку, пожелайте мне удачи! Субтитры подогнал «Симон»